Так же, как обычно, ждем минут пять, что тут присоединится на эту тему. Так, начнем. Это вообще тема небольшая, отличая от предыдущей. Так, центр гидроцепалии, лабораторное исследование при данном состоянии методов визуальной диагностики и депрессионной диагностики. Значит, гидроцефалия. Гидроцефалия характеризуется у нас повышенным скоплением цироспинальной жидкости в ликварной системе головного мозга. Сопровождает многие врожденные и приобретенные нейрологические заболевания. Клинически проявляется признаками повышенного черепного давления. Симптомами сдавления мозговых структур и симптомами, характерными для вызывшего заболевания. По симптомам сдавления мозговых структур это нарушение зрения, может быть, психологические какие-то расстройства, эпилептические приступы. Диагностика включает рентгенную и термологическую структур и эхо, на этом мы подробнее поговорим. Поговорим. Различают врожденные и приобретенные гидроцефалии. Приобретенные встречаются у взрослых животных при имуществе, реже у щенков и молодых собак и кошек. В основном болеют у нас карликовые собачки, шпицы, кроличьи таксы, спинели, французские бульдоги, экинессы, вершинские тарьеры, чихуашки. Один раз я видела, один раз на чихуа. И той тарьеры, но у кошек сиамских преимущественно. Физиология повреждения центральной нервной системы, система ассоциированной мозги гидроцефалии, она комплексна и включает разрушение предимальной выстоки желудочков, повреждение нейронов коры головного мозга, изменение церебрального кровоснабжения и повреждение окружелудочкового белого вещества мозга. Чаще всего феномен это встречается у молодых собак, у карликов пород, у брахиоцефальных пород, у кошек редко. Ну и как уже сказала выше, но чаще всего это как раз таки здесь указало, да, описывается у чихуашек, ярков, баллонки, бульдоги, пудели, шпицы, петенессы. Значит, вырожденная гидроцефалия, она может быть вырожденной по апостомально-рецессивному типу сиамских кошек. Потенциальные причины вырожденной гидроцефалии у кошек и собак, они разные и включают нарушение развития плода, плода, либо новорожденного, да. Значит, это относится внутрижелудочковая геморрагия, вследствие дистанции вирусной инфекции, коронавирусной инфекции, например, у кошек. Воздействие тертогенов, это дефицит пищевых веществ, витамина, да, и наследственное урозство. Расширение желудочков происходит вследствие обструкции потока ликвора в пределах желудочковой системы. Ну или же недостаточная абсорбция ликвора в венажной системе на уровне ворсина к паутинчатой области. По клиническим признакам. Значит, проявляться могут уже начать в раннем возрасте, да, от полуторамесячного возраста и до биологической старости животного. Значит, и развиваются клинические признаки могут совершенно внезапно. Причиной такого может послужить даже незначительное хранение, даже стресс. И если это вырожденная, да, то чаще всего как раз таки проявляются симптомы в течение первых месяцев жизни. При этом, что у нас, нормальная окружность головы, ну, как бы у дворицами общее состояние, она может сочетаться с выраженным изменением в головном мозге. Чем позднее развиваются гидроцепалии, тем меньше будут изменяться размеры и формы черепа. Это связано с тем, что родничок уже закрыт, да, и череп на ишуи. Значит, и поэтому у животных, которые более старшего возраста, при таком диагнозе присутствует синдром внутричерепной гипертензии. Ну, а когда раньше проявляется у маленьких, да, то к внешним признакам можно отнести это выбухание родничков, как раз у маленьких у щенков. Как раз у чихуа было, как раз такое, да, невзращение родничка, вот, ну, у них как бы это физиологическая норма, считается, да. Расхождение костных швов, расширение подкожно-минозной сети головы, также увеличение, значит, размеров мозгового черепа. Экзофталь и резко выступающие лобные и теменные бугры. Значит, также к клиническому признакам будет относиться внутричерепная гипертензия, да, и животное может кружиться по кругу. Ходить по комнате просто без цели, просто ходить туда-сюда, наклон головы в сторону, запрокидывание головы и практические припадки могут присутствовать, нарушение зрения, вот, и нарушение моторной функции. По классификации также можно разделить, то есть по механизму воздействия можно отнести, ну, как бы их разделить на открытую гидроцефалию, которая связана с гиперпродукцией ликвара, да, или нарушениями усасывания при нормальной ликварциркуляции. И закрытая гидроцефалия, она вызвана нарушением оттока церковоспинальной лидкости из-за сдавления, либо, ну, как бы, из-за сдавления, также полной обструкции, либо частичной определенного участка ликварной системы головного мозга. Из-за того, что происходит избыточное накопление ликвара, да, различают внутреннюю и наружную гидроцефалию. Внутренняя гидроцефалия, она сопровождается скоплением в желудочках мозга. Наружная гидроцефалия, она характеризуется избытком ликвара в супрохноидальном и субтуральном пространстве. Значит, по особенностям течения можно их разделить на острую, подострую, хроническую. Острая гидроцефалия, она отличается тем, что она быстро развивается, и через несколько суток, после возникновения первых признаков, наступает декомпенсация, да. Подострая, она развивается в течение, там, месяца, и хроническая больше. Также большое значение имеет разделение гидроцефалии на стабилизирующую и прогрессирующую. Стабилизирующая, то есть компенсированная и прогрессирующая, нарастающая. Стабилизирующая гидроцефалия, она не нарастает, и обычно, как бы, протекает с нормальным давлением ликвара. Прогрессирующая гидроцефалия, она отличается усугублением клинических признаков и сопровождается как раз-таки повышением ликварного давления, и плохо поддаётся терапии, ну и приводит к атрофии тканей головного мозга. Диагностика. Ну, понятно, что по клиническим признакам, да, мы осмотрим, как бы, по характерным. Невролог чаще всего обследует, да, и, значит, при осмотре уже можно заподозрить. Ну, в принципе, у нас таков невролог, по-моему, у нас очень мало, поэтому терапевт. Значит, для того, чтобы определить степень, да, форму гидроцефалии, проводят более, как бы, детальное обследование, которое подключает в себя, значит, там, рентген, МРТ, КТ, эхография, термологическое исследование, лимбальная пункция. При рентгене черепа можно увидеть истончение костей черепа, расхождение швов между ними, значит, также гидроцефалия, она обуславливается стенозом подоправок мозга, и спровождается уменьшением объема задней черепной емки на рентгеновской черепе. КТ и МРТ, они дают возможность определить характер гидроцефалии, выявить место окклюзии ликорных путей или имеющуюся врожденную аномалию. Также диагностировать заболевания, если на том есть, да, это опухоль, либо киста, гематома. Значит, более информативно это будет МРТ головного мозга. Вот. А эхография, одна из разновидностей УСИ диагностики, значит, она позволяет определить повышение внутричерепного давления. Так, консультация таймолога желательно, да, это для того, чтобы оценить какие-то зрительные нарушения, состояние зрительных нервов, и, ну, там, остальные лук смотрят, да, лимбальная пункция, значит, в случае противопоказаний там проводится. Значит, она для того, чтобы провести исследование цереброспинальной жидкости. Врожденная гидроцефалия инфекционной диалоги требует ПЦР-диагностики для определения вида, вызвавшей ее инфекцией. Вот. Значит, ну, когда мы выявили, допустим, гидроцефалию, да, мы провели диагностику для лечения, на речении позже, дифференциальный диагноз. Еще называют водянука, да, головного мозга. Значит, дифференцируют от опухоли головного мозга. При них не бывает чередования улучшения и ухудшения состояния животного. Вот. И при опухолях болезни и симптомы они нарастают непрерывно, то есть не проходят. При опухолях мозга также отличаются очаговые признаки, которые проверяют суперных в одну стране. У лошадей исключают энцефаломиелит и бешенство. Значит, увеличение кортикостероидные гормоны могут означать, если есть припадки, то купируют припадки противосудорожными препаратами. И так далее, да. Ну, я не знаю, насколько это лечится, не могу сказать, потому что я не лечил такое животное. Вот. В принципе, тема небольшая причем. Для купирования припадков можно использовать глифералы. Очень часто даже вот они означают. Вот. Значит, ну, в два приема назначают. В случае, если отсутствует положительная динамика, то если врачи-опытники могут провести внутри коллапирования минальное шунтирование, ну, в этом случае там используют катетеры, значит, перед тем, как делать такую операцию, проводят антибиотикотерапию. Вот. Для того, чтобы включить какие-то инфекции. Ну, и все, у них подтянутки. Ну, по прогнозу, еще чем сказать, по прогнозу, значит, если есть ремиссия, то... Ну, в любом случае, он неблагоприятный будет, да, так как изменяется мозговая ткань, а эти процессы, которые возникают, они необратимы. И в основном, даже если проводят терпию какую-то дойдет операцию, то лечение считается не особо эффективным. Вот. Но есть вероятность того, что развиваются ремиссии, и просто увеличивается срок животного. Ну, нормализует кормление. И загадает в содержании. Все. Спасибо.